Субтитры сделал DimaTorzok А потому это первоапрельский выпуск Я еще ни разу не делал ролики к каким-то праздникам Вот сейчас это происходит впервые Да и праздник не столь значительный Но я решил, что это отличный повод продемонстрировать вам топ-3 самых забавных заблуждений о лоре древних свитков Которые можно встретить, читая комментарии или слушая других игроков Вконтакте, на ютубе, ну и на других различных сайтах Начну от не очень забавного, но весьма странного заблуждения Потом будет уже более мозговыносящая тема заблуждений Ну а комментарии первого места, возможно, заставят некоторых из вас проорать в голос Ролик, опять же, будет в какой-то мере познавательным Так как периодически я буду объяснять, в чем именно ошибаются авторы комментариев И, возможно, для кого-то из вас эта информация будет в новинку На третье место в этом топе я поставил всевозможные заблуждения игроков о Талосе и о Драконорожденных Собственно, сами Тайбер Септим и Бог Талос обрели всеобщую популярность среди игроков, конечно же, с выходом пятой части Ибо там они очень часто упоминаются по сюжету Ну и сам Тайбер Септим был Драконорожденным, как и протагонист, за которого мы играем в Скайриме Но некоторые люди почему-то не совсем правильно, а порой совершенно неправильно поняли те вещи, которые объяснялись по поводу Тайбера Септима и самих Драконорожденных в Скайриме Но, тем не менее, они дают советы другим игрокам Ну что ж, приступаем к чтению комментариев Большая часть комментариев была взята из летсплея к Тес-4 Обливион Сейчас вы их увидите Чувак, ну вообще-то Драконорожденный, по определению вселенной Тес, это как раз человек, в котором течет Дракония Кровь Так что тут у нас взаимоисключающие параграфы налицо На самом деле, смысл в его словах есть, ибо есть даже внутриигровая теория, согласно которой Драконорожденные Императоры не умели поглощать души драконов и кричать туумы Но выражать эту мысль таким образом, как автор данного комментария, уж точно нельзя К тому же, чтобы узнать об этой теории, нужно очень внимательно прочитать книжку о Драконорожденных Но судя по стилю написания этого комментария, мне не верится, что его автор занимается в играх серии Тес такими вещами А потому об этой теории он даже, скорее всего, не слышал, а имел в виду что-то свое Если что, Талос первый получил голос Дракона Септим первый его переименовали потом Талос Бога-Человек То есть Талос, по ее мнению, первый научился пользоваться туумом? А что насчет древних нордов, живших в Меретическую Эру и сражавшихся с драконами? Нам ведь по сюжету объясняют, что богиня Кин и дракон Партурнакс научили людей драконним криком специально, чтобы они победили в той войне А когда у нас происходили эти события? Примерно 3500 лет до рождения Тайбера Септима, между прочим Господи, да те же седобородые, которые призвали Талоса на высоких Ротгар, уже владели туумом И обучали будущего императора криком Логика? Хронология мира древних свитков? Не, не слышал Эпическая битва между первым и последним драконорожденным Какого хрена он первый драконорожденный? Ведь первым давакином был Тайбер Септим, не так ли? Ну, приплыли! Этот комментарий был написан к русскоязычному трейлеру дополнения Драгонборн, где прямым текстом говорится, что Мирак первый драконорожденный Но данный комментатор либо не досмотрел ролик до конца, либо пропустил эту фразу мимо ушей Но в любом случае, какого лешего Тайбер Септим стал у нас первым драконорожденным? Не, я бы еще понял, если бы он написал фразу Олесия была первой драконорожденной, как любят писать люди, которые не проходили Драгонборн Но Тайбер Септим, где вообще хоть раз говорилось, что он первый? Ремон, Олесия, Вулфхард, Мирак, безымянные давакины, имена которых история не запомнила Все они жили до Тайбера Септима Ладно, с этим разобрались Для тех, кто пришел недавно, Уриэль Септим первый драконорожденный Это опять из летсплея по Обливиону и... с чего бы мне начать? Во-первых, вы замечаете, как отличаются по смыслу первое сообщение, которое я показывал, и вот это Они утверждают противоположные истины, и при этом оба комментатора не правы Отлично! До этого был Талос первым драконорожденным Теперь им каким-то образом стал Уриэль Септим Который являлся как раз-таки последним из драконорожденных императоров династии Септимов Мартин, к сожалению, не успел занять трон Опять же, как можно дойти до такого умозаключения, я не понимаю Но смотрите, что этому человеку отвечает другой зритель летсплея Почему? Он седьмой драконорожденный Седьмой Седьмой, Карл! Вы догадываетесь, да, откуда растут корни этой мысли? Потому что полное имя императора Уриэль Септим седьмой Смышленые люди, конечно, прекрасно понимают, что цифра семь в данном случае Означает то, что в этой династии до него было шесть императоров с именем Уриэль И потому этого Уриэля назвали Уриэлем седьмым Он даже не седьмой император династии Септимов Императоров за 433 года было дохренище в этой династии Он просто седьмой император с именем Уриэль Ну как здесь можно было сделать вывод, что цифра семь означает седьмой драконорожденный? На второе место я поставил заблуждение об исчезнувшей расе двемеров Ох и настрадались эти ребята, испытывая на себе всяческие ярлыки от юных и не очень любителей побегать в The Elder Scrolls Кем они у нас только не были? Такого многообразия странных заблуждений Талос себе и мечтать позволить не может Так, ну для начала краткий экскурс от меня, если вдруг кто не знает Двемеры это эльфийская раса технократов, полностью исчезнувшая из Нирна в ходе событий битвы у Красной Горы в 668 году первой эры Многие жители Тамриэля называют их гномами, в оригинале Дворфс Однако низкорослыми викингами с топорами, как Гимли, они не были А почему при этом их любят называть гномами, я подробно объяснил в отдельном ролике, который полностью посвятил этому вопросу Однако многие люди считают, что Двемеры это как раз таки карлики-бородачи с секирами Смотрим комментарии Двемеры это гномы, а не эльфы, потому что в Даггерфоле есть гномья, оружие и броня Просто как боженька смолвил, лучший пруф в истории Чувак, ну если ты не знал, то даже в Скайриме их броня в оригинале называется гномской Просто наши локализаторы по какой-то неведомой причине решили перевести их как двемерские Видимо посчитав, что раз это синонимы, то такие вольности перевода им простительны Да и в Моровинде их оружие называлось гномьим, правда броня при этом была подписана двемерской Насчет Даггерфола Все дело в том, что на момент его выхода двемеры просто-напросто еще не были введены в лор Тогда в 1996 году их действительно все еще именовали гномами И сами разработчики видимо считали их стандартными фэнтезийными дворфами Двемеры именно как эльфийская раса были введены только в 1998 году с выходом Tess Adventures Redguard Кстати говоря, вас тоже удивляет, что этот школьник, которому от силы 14 лет играл в Даггерфолл Если это действительно так, то можно выразить ему респект за столь преданный фанатизм к серии С которой он познакомился, наверное, только со Скайрима Да гномы это не эльфы, не орки, а гномы Двемеры гномы Этот комментарий был написан к моему ролику про теорию исчезновения двемеров Где я упомянул, что двемеры не были низкорослыми А гномами их стали называть по исторической ошибке И что на самом деле это раса эльфов Но, как мы видим, некоторым людям слишком сложно принять новую информацию Если они долгое время жили и верили во что-то другое Даже если это другое в корне неверно Но всерьез считать двемеров гномами это весьма безобидное и вполне понятное заблуждение Некоторые же люди считают, что двемеры это фалмеры А вы в курсе, что фалмеры это двемеры, которые из-за жизни под землей стали такими уродливыми? Таких комментариев на самом деле в сети можно встретить довольно много Тут налицо, конечно же, ньюфажество То есть такие люди играли только в Скайрим Впервые здесь познакомились с историей расы двемеров И делают вывод, что раз фалмеры селятся в двемерских руинах То они и есть двемеры Хочется, опять же, понедоумевать Как можно было пропустить кучу диалогов, книг и загрузочных экранов Которые наглядно рассказывают, что это две разные расы Что двемеры держали фалмеров в рабстве Что это они их ослепили И что между ними в Скайриме вообще шла потом подземная война До того самого момента, как двемеры исчезли Вот я уверен, что даже если бы я сам начал знакомство с серией со Скайрима То мне бы все это было предельно понятно Двемеры это снежные эльфы и гномы Гномы пропали Снежных эльфов по одной теории прокляли А по другой заперли в подземном мире Они решили зрение и стали всем нам знакомыми фелмерами Это, конечно, полная жесть Я долго не понимал, что здесь имеется в виду Но затем все же понял Я расставлю за него запятые, чтобы вы поняли, где нужно ставить логические паузы Но даже при этом Чувак утверждает, что двемеры это сразу и гномы, и снежные эльфы Как он их называет? Фелмеры Демонстрирую сразу два комментария Двемеры, откуда у них души? Это же роботы И они же не исчезли вообще Их можно найти в их пещерах Или это совсем не те двемеры, о которых я думаю? Двемеры это же те самые роботы Почему считается, что их нет? То есть, некоторые люди даже не слышали про исчезновение двемеров Краеугольное событие во вселенной Тесс, о котором говорят на каждом углу, и в том мире, и в нашем Они думают, что сферы Центурионы, пауки Центурионы и паровые Центурионы Это и есть двемеры Без комментариев Двемерцы мне чем-то напоминают гномов Да ладно! А как же двемеры? Они типа пропали все в один миг Чем тебе не катастрофа? И после них остались постройки А вдруг двемеры и есть люди? И кстати, может разрабы нашли некоторые сходства двух вселенных, а факты сами собой с первого Фоллаута и сошлись? Это комментарий к ролику с ущербной теорией о том, что Элдер Скроллс и Фоллаут одна вселенная Существование которой можно оправдать лишь тем, что автор захотел хайпа и сам в это все не верит Ибо в ролике не было приведено ни одного аргумента в ее пользу, кроме одной явной пасхалки на Элдер Скроллс Суть комментария в том, что находились даже люди, которые пытались оправдать эту теорию При этом имея в багаже абсолютно нулевые знания по лору Тесс, да и по лору Фоллаута, я уверен, тоже Двемеры у него это люди, ну что тут сказать? Ладно, прекратим насиловать тему двемеров, переходим к гвоздю программы И на первое место я поставил самое пуканистое заблуждение, которое многие из вас слышали И о демонстрации которого у некоторых из вас даже сейчас может бомбануть И это, конечно же, называть серию Элдер Скроллс Скайримом, а грядущую шестую часть серии Скайримом 2 Ну и всячески проявлять топографический кретинизм касательно локации этой вселенной Супер, и кстати, я фан Скайрима 5, четвертый Скай говно Этот раб пепла называет все части Элдер Скроллс Скайримом Соответственно, четвертый Скай на его наречии это Тест 4 Обливион Так, далее у нас идет небольшая переписка Сталкер Вадимус, это и есть Скайрим, только не пятая часть, а четвертая Это не Скайрим, а Зе Элдер Скроллс Скайрим, это и есть Зе Элдер Скроллс Тест онлайн, позор, я думал уже Скайрим 2 выйдет Позор, мой юный друг, это то, что ты рабом пепла родился, а не Тест онлайн Какие еще провинции кроме Моровинда, Скайрима и Обливиона есть, или это все? Вот так мы и докатились до того, что Обливион кто-то считает провинцией Логика здесь такая Раз Моровинд и Скайрим названы по именам провинции, в которых происходит игра То значит каждая игра серии называется именем своей провинции Но согласитесь, такое упоротое заблуждение о том, что Обливион провинция Встретить почти невозможно, ведь каждый, кто хоть немного играл в четвертую часть Знает, что действие там происходит в провинции Сиродил А Обливион это измерение принцев Даэдра Тем не менее, многие люди пользуются этой логикой насчет названий игр И думают, что Даггерфолл это отдельная провинция При том, что это всего лишь город-королевство провинции Хайрок Точно так же, как например Скинград или Виндхельм Графика по сравнениям Скайрим 5 ужас На Скайрим 5 похоже Знаете, я сам очень люблю пятую часть серии Но когда настолько часто видишь все эти Скайрим 2, Скайрим 5, Двемеры это Фелмеры Невольно в такие моменты начинает казаться, что Скайрим это не эпичная игра про дракона рожденных А какой-то мод к Майнкрафту Ну серьезно, у меня есть теория, что некоторые люди младшего школьного возраста Вообще представляют себе мир Скайрима следующим образом Существует единственный континент Скайрим 200 лет назад на нем происходила война драконов 200 лет, потому что в меню ожидания 201 год написано Логично же Великая война с Альдмирским доминионом происходила на территории Скайрима Но где же земли Доминиона, если существует только Скайрим? Как где? Талморское посольство, вот где В Скайрим не играл, лох что ли? А Империя это легионеры, в Скайриме же они есть, ну... А есть ли земли за пределами Скайрима? Конечно есть, там идет продолжение земель Скайрима, которые не показали в первой части, но покажут в Скайриме 2 Мне кажется, что вот примерно так некоторые люди думают про вселенную The Elder Scrolls О, комментарий от девушки, наверное будет что-то милое Купленов, вот у меня к тебе есть вопрос Есть как бы вторая часть Скайрима, она называется Моровинд Конечно нашла я эту игру совсем недавно, но все-таки советую поиграть Ну и напоследок продемонстрирую вам самую мозговыносящую переписку, которую мне скинули Это переписка между одним крупным пабликом, посвященным Скайриму На имя которого можно писать сообщение И очень глупым школьникам А в игре Скайрим можно стать ярлом города Здравствуй, Коля, к сожалению в Скайриме нельзя быть ярлом Можно быть только через мод С вами был... Давай дружить Зачем? Просто я играю в Скайрим больше одного года и я прошел всю игру И я хочу помочь вам в создании второй части Какой еще второй части? Вы не создаете Скайрим 2? То есть этот школьник утверждает, что он играет в Скайрим больше года и прошел всю игру Но при этом он не знает, что в Скайриме нельзя стать ярлом При том, что это знают все Уже мы видим, что этот индивид явно преувеличивает свои заслуги Но развязка разговора просто вынесла мне мозг Этот школьник думал, что этот паблик ВКонтакте, который постит мемосы, создает новую часть серии The Elder Scrolls Которую школьник в свойственной им манере называет Скайрим 2 Интересно, какой логикой он руководствовался? Раз паблик называется Скайрим, то значит это и есть разработчики игры Скайрим Ведь если ты не разработчик, ты не можешь назвать свой паблик Скайримом Да, черт возьми, я прав Интересно, он вообще задумывался о том, что мы живем в России, а Скайрим делали в Америке? Для тех, кто думает, что это фейк, нет Как ни смешно, это не фейк Было проверено опытным путем Причем этому Коле, если я не ошибаюсь, не 7, не 9, а 14 лет Ааа, ну его в Обливион, давайте будем с этим заканчивать Надеюсь, в этом выпуске я вас хоть немного развеселил Или хотя бы открыл глаза на то, как же об этой вселенной могут думать некоторые люди Всем спасибо за просмотр, любите лор, подписывайтесь на мой канал, чтобы постоянно узнавать о нем что-то новое И всегда помните, что... Субтитры сделал DimaTorzok